Одесса, 25 октября 2022 года. Ночь с 24 на 25 октября в Одессе прошла спокойно, напряженно. Сигналы воздушной тревоги, канонады работы ПВО, ракетных обстрелов в Одессе не было. В самом начале я хочу вас ознакомить с двумя примерами того, как любят братский украинский народ в Орде. Два примера из Russia Today и Комсомольской правды. Знаете, как вчера поправили, очень забавно. Это не иранские беспилотники «Шахид». Это нас просто добрые иранские партнеры научили делать из газонокосилок беспилотники «Герань». Да хотя бы и так. Мне все равно, как они называются, прекрасным арабским словом «Шахид» или прекрасным русским словом «Герань». Лишь бы оно летало и падало на головы хохло. Пожалуйста, высказывайтесь, не стесняйтесь по поводу таких вот примеров братского отношения фашистской путинской Орды. Министерство обороны Орды заявили, что располагает сведениями о контактах офиса Зеленского с представителями Британии по вопросу получения технологии создания ядерного оружия. Мой канал располагает эксклюзивными кадрами. Я вам сейчас покажу украинскую грязную ядерную бомбу. Вот она, наша первая грязная украинская ядерная бомба. Конечно, если ее помыть, то она, конечно, будет тогда чистая ядерная бомба. А так она просто грязная. Вчера у наших хлопцев Херсонской области из противовоздушной обороны был очень урожайный день. За сутки им удалось сбить три ударных вертолета К-52 «Аллигатор». Молодцы, ребята, так держать! С 24 февраля 2022 года фашистская путинская Россия нанесла 85 ударов по объектам критической инфраструктуры Украины. Из них 51 раз в октябре. Вчера вооруженные силы Украины взяли под контроль населенные пункты Кармазиновка, Мясожоровка и Невская в Луганской области и Новосадово в Донецкой области. Министр обороны Румынии подал в отставку из-за его заявления, в котором он незамысловато намекнул, что Украине, возможно, придется уступить территорию России во время переговоров. Заявление министра вызвало критику со стороны президента Румынии Клауса Йоханиса. Примите слова самой искренней благодарности за ваши сердечные, добрые и дружеские комментарии в поддержку моего замечательного города и моей любимой Родины. Моим дорогим соотечественникам и землякам я желаю мирного неба над головой. Берегите себя, берегите друг друга, все вам самого наилучшего, самого доброго и даст Бог. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok